Слава Господу, ободритесь. Я хотел бы тоже вас приветствовать. Мы в Ксении ездили в Кренбург, там метод изучения Библии очень такой потрясный. Он меня просто вдохновил. Я бы хотел просто-напросто те изыскания, которые нам преподавали. Я сам как-то до него на протяжении того времени, которое я иду за Господом, у меня такие вопросы оставались неразрешенными. И там на протяжении каких-то ночей, когда сидишь, размышляешь, копаешь, для себя выносишь жемчужины, сокровища выносишь для себя. Мы по посланию филиппийцам занимались. Я просто побуждаю людей, чтобы чаще обращались к ученым писаниям, потому что здесь масса не найденного. И то, что можно постоянно за дня в день просто для себя открывать, для себя черпать это вдохновение на Слово Божие. То есть как замысел Господний воплощается в человеческой жизни. И вот я бы хотел открыть филиппийцам. То есть смотрите, филиппийцам вторую главу, открывайте, на компьютере тоже Саша может открыть. Вторая глава, там сценарий. Сценарий. Сценарий жизни человек может написать, ну какой, такой самый себе достойный. То есть как себя человек оценивает, такой у себя сценарий жизни. Судьбу, какую он себе может написать. Он такой важный, знаменитый. В почете, в достатке. Ну все такие высокие, да, с высокими такими почестями, регалями. То есть такой бы он себе сам написал. То есть судьбу, которая мне подходит, которую я для себя померяю. Иисус, смотрите, что единственный человек, который на земле пришел, он написал себе изначально сценарий жизни. И этот сценарий сумел довести до конца и сумел прославиться человеком именно сценарий жизни. Смотрите, филиппийцам вторая глава. Что здесь у нас написано? Там, наверное, шестой, седьмой стих. Сейчас я открою минуточку. Филиппийцам вторая глава. Так, вот пятый, шестой, седьмой, восьмой стих. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и во кресте Иисусе. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением бытиралым Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став, как человек. Смел себя, будь послушен даже до смерти и смерти крестной». Обратите внимание, что благодаря вот этой судьбе он человека избавил от смерти. Он человека избавил от страха перед смертью. И вот его программа «Жизнь» заключалась в том, чтобы явить образ и подобие, которому человеку необходимо соответствовать. И если вы внимательно читаете «Бытие», то там в первой главе «Бог говорит, что создал человека по образу Божию и подобию Божию». Это замысел. А исполнение он создал человека по образу своему, по образу Божию. «Подобие» он в него, пока ему не говорит, что будешь подобен. А подобие, оно в чем отличается от образа? Подобие, оно, к нему надо двигаться, ему надо как бы стремиться. То есть это процесс продолжительности. То есть к какому подобию человек может себя причислить. И вот это подобие явил в себе Иисус Христос. То есть подобие человека. То есть Бог стал человеком и показал человеку, как необходимо являть вот эту вот жизнь человеческую. То есть жизнь человеческая, она состоит из того, чтобы быть послушным и быть слугой. Что человек для себя крайне отвергает? Такой вот сценарий своей жизни – быть слугой, быть рабом кому-то. Это что? Это не для меня. То есть его такая вот гордыня, его она обуревает. И вот очень много мест я нашел по этому поводу, которые просто-напросто человека делают осознанный, самостоятельный выбор. Иисус выбрал самостоятельный. То есть его свобода выбора, она заключалась в том, что он избрал этот образ, образ раба и подобие человека. То есть это осознанный был выбор. Это его никто не принуждал. То есть из любви он это все совершил. и из любви он на это пошел. И вот призыв к человеку тоже соответствует из добровольного выбора. То есть ты будешь в послушании и смирении находиться, или ты будешь как дьявол. Давайте посмотрим, что с сатаной произошло. Это Исаия 14 глава, 12-15 стих. То есть там аналогия шла, но там шла противоположная аналогия. Исаия 14 глава, 12-15 стих. Как тут предполагается, что Исаия писал именно о сатане, вот эту главу. Давайте прочитаем, 12-15 стих. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравшей народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо, вы же звезд Божий, вознесу престол мой и сяду на престоле сонных богов на краю севера. «Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему, но ты не сдержан в ад». Смотри, что в сердце у этой личности происходило. 14 стих. «Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». То есть сердце уже сформировалось это подобие. То есть я буду, хочу быть как он, как мой создатель. Хочу быть вот этим непревзойденным созданием, которое бы затмило моего творца, затмило бы моего создателя. И вот этот яд он человеку дал. То есть ты смотри, как он ей обратился, вы будете как Бог, знающий добро и зло. Он тоже сам ему подловил. Ты что, ты как о себе думаешь? Ты смотри, как надо думать. Давай, дорогая, смотри, какой приятный плот, какой приятный, на глаз. И в чем заключается ошибка? В том, что не любите мира. А что в мире? Похоть плоти, похоть очей и гордость житейской. Это все, что в человеке в адамской природе есть. Прошу прощения. Это дата референдума, наверное. Не так я ожидал. Аминь. Ну подожди, вдруг это Владимир Владимирович звонит. И ценю к тебе звонит. Бесполезно вам включать. Дай сюда. Смотрите. Да, колоссальная программа человеческая, которая заложена именно в адаме. Адамская природа, она имеет особенность гордиться и возвышаться перед своим Создателем. И вот Иисус вам показал именно образ и послушание, образ раба и послушание того, что Он создал, как Он явил этот образ Божий в человеческой природе. И вот кому Бог больше благоволит, как вы считаете? Это можно посмотреть на послание Ужакова. 4 глава, 6-7 стих. 4 глава послания Ужакова, 6-7 стих. «Но тем больше дает благодать, посему и сказано Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас». То есть перед тем, как противостать дьяволу, надо смириться перед Богом. Смирение – это то, что делает человека сильным, это то, что делает человека способным выдерживать нападки дьявола, чтобы его стрелы, его природа, она не овладела уже человеком, ну, как созданием Божьим, как творением Божьим. То есть быть в послушании и исполнять волю Божию. И вот наиболее яркие моменты, которые Иисус проповедовал в своем учении, это как человеку необходимо подобиться Христу, чтобы исполнять волю Божию. Это самый яркий отрывок, это Матфея 11 глава, 28-30 стих. «Придите ко мне все труждающиеся времен, и я успокою вас, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Именно через вот эту кротость и смирение надо научиться у Бога, чтобы оно не приходит к Адаму, как нечто такое, что упало сверху, и что человек вдруг сразу возник. Поэтому надо научиться. Чтобы этому научиться, надо быть постоянно в послушании и в смирении перед Иисусом Христом пребывать. И вот такие вот особенности, которые Библия раскрывает перед человеком, они говорят человеку, что быть смиренным и послушным в глазах Божьих, это намного выше, нежели, как Самуил Саулу говорил, нежели там гордиться и вот эти вот амбиции свои выражать перед Богом. И вот вывод из этого вот изучения я сделал довольно-таки резкий. «В добровольном выборе своего уподобления человек рассчитывает на воздаяние, какому миру принадлежать. Статус раба и служителя в Царстве Божьем, либо статус господина и начальника Геени Огнина». То есть это выбор, перед которым Бог ставит человека. То ли быть господином и при этом надмиваться и возвышать свое тщеславие, свое самомнение о себе, какую ты хочешь для себя судьбу. Либо быть смиреннее и послушанием, и потом тебя Господь уже, как Иисуса Христа, поднимает и восхищает к себе, принимает к себе. Давайте в конце откроем руководство об действиях. Это Лука, 17 глава, 7-10 стих. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля, скажет ему «Пойди скорее, садись за стол». Напротив, не скажет ли ему «Приготовь мне поужинать и подпоясшись служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам». Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все.